Маткуй, привет, друзья! Итак, в этом году случился коллапс приемной комиссии всероссийской. Почти все вузы это затронуло. Ну, точнее, там был где-то такой корпус вузов, где проходной балл от 260 до чего-то, да? Вот, по трём, по-моему, или по четырём, по четырём, наверное, экзаменам. Да, от 260 до 300. Ну, и, соответственно, вот в эти вузы происходил полный бардак. И мне кажется, что, в конце концов, просто как-то случайно вписывали фамилии абсолютно в хаосе, вписывали, значит, абитуриентов в вузы без всякой схемы, боясь за свою задницу, да, что их потом выпарит президент за этот кошмар. Ну, всё равно выпарит. Значит, никто из чиновников, кажется, так и не понял проблемы, при том, что проблема совершенно очевидная, она теоретико-игровая. Значит, как проходил набор предыдущие годы? Можно было подать заявление, а потом отозвать. А потом подать другой вуз, снова отозвать. Подать третий вуз и снова отозвать. Но всё это надо было делать бумажно, да, то есть по почте. И тогда отзыв, ну, по крайней мере, новая подача точно занимала какое-то количество дней. Ну, и процесс устаканивался там за несколько дней до конца. Уже переставали подавать, потому что можно было и не успеть подать до даты. И, ну, всё, в принципе, как-то, каким-то образом это, значит, устаканивалось на некоторых списках набора. И человек, ну, значит, каждый человек находил там свой вуз или там, может быть, вуз, который он рассматривал как второй или третий. Ну, с какой-то там энной попытки. А в этом году это сделали электронно. Электронно можно подать за одну секунду и забрать тоже за одну секунду. Что это означает? Вот я хочу попасть вот в этот вуз. Но я не уверен, что я в него попаду. Я подаю вот в этот вуз и держу заявление до самого, ну, как бы, до самого конца. Имею в виду, что, может быть, я подам сюда. Я сюда заглядываю, да, заглядываю. Сколько волка не корми. Да. Он всё в лес смотрит. То есть, как бы, ещё за час, за полчаса я смотрю, а вдруг кто-то начнёт перебегать. Вот. И вот в какой-то момент кто-то начинает перебегать. Вот. У кого-то дрогнет рука. Он начинает перебегать. Ага. Так, здесь вроде какое-то место освободилось. Тут до этого кто-то перебегал. Значит, я перебежал сюда. Я смотрю, блин, вот сюда я теперь могу влезть. Я быстро забираю отсюда и кладу сюда. Но человек, который здесь не попал, он отсюда забирает. Бежит ещё куда-то, да, понимаете? До самого последнего момента происходит перебегание, потому что каждый хочет или не хочет перебежать. В зависимости от того, перебегают или нет остальные. То есть, решение перебежать или нет является теоретикой игровым. Равновесия здесь, при данных правилах игры, как бы, ну, либо нет, либо оно достигается за очень много ходов. Я точно не знаю конкретных специфик сегодняшней вот этой вот процедуры. Но знаю одно. Что, в сущности, в 1953 году уже изобрели процедуру, которую эта проблема снимает. Она называется алгоритм Гейла и Шепли. Я вкратце скажу, что это означает, но дальше вы прочтёте в интернете. В нашей ситуации это означает следующее. Вот вам набор вузов. У каждого из них есть некоторые там нормы приёма. Я написал их одинаково, мне это неважно. Туда может быть 100 человек, здесь 1000 человек, здесь 500 человек. Условно. И дальше абитуриенты подают списки. Абитуриенты, значит, абитуриенты, прошу прощения, абитуриенты подают списки вузов в порядке упорядочения. Ну вот я хочу вуз А, но если не получится, то вуз Б, а если не получится, то вуз С. Вот так вот их упорядочивают, да? И каждый абитуриент как-то упорядочивает все вузы. И вот эти вот там миллион примерно списков, чуть меньше миллиона в год в России, подаются. И дальше формируются списки студентов, которые каждым вузом как-то упорядочены. Ну, самая такая простая идея, что упорядочение происходит просто по суммарному баллу ЕГЭ абитуриентов. Но я хочу обязательно отметить сейчас в этом ролике, потому что будут обсуждения, обязательно будут ссылки на алгоритм Гейла и Шепли, что он не работает, потому что мы все вузы вообще уравниваем, не даем им никаких шансов на какие-то дополнительные испытания проводить, да? Это, ребят, неправда. В алгоритме Гейла и Шепли можно прекрасно учесть любые дополнительные испытания и дополнительные преференции, которые могут выставить вузы. Вузы устраивают дополнительные испытания и меняют здесь шкалу. Тот, у кого больше ЕГЭ, плохо прошедшие испытания, может оказаться ниже того, у кого меньше ЕГЭ, но испытания хорошо прошло. Или даже эссе подают, там и какие-то комиссии рассматривают эти эссе. То есть здесь возможны любые упорядочивания с точки зрения вузов. Дальше каждый человек смотрит, он в данный момент находится в том вузе, куда он самым лучшим в своем вузе, или он не попал. То есть вначале мы представляем себе, что каждый пошел в свой самый лучший вуз. И тогда возникли вот такие вот списки абитуриентов, которых каждый вуз соответственно упорядочил, как ему кажется, более правильно. И на следующем ходу те, которые вот сюда попали, вот сюда, они начинают переподавать документы. Соответственно, во вторые по порядку своего упорядочивания переподают. Но, вот что важно, они это не делают физически, да, механически, программно. Это делается уже внутри зашитого в алгоритм движка. То есть они подают в списки, а движок сразу просто перемещает их автоматом в другой вуз. Вот этот вуз А, вот этот вот чувак сюда не попал, он перемещается в список Б. И там, возможно, оказывается выше, чем соответствующие, эти самые предыдущие. Вот. Ну и там можно ограничить тремя вузами этот список, можно больше. Это как уже там какая-то процедура конкретная может быть так или иначе устроена. Ну и если там, например, ограничить тремя, значит он во всех трех может пройти дополнительные испытания. Ну и вот после этого некоторые, кто до этого были внутри списка прошедших, могут упасть ниже и попасть ниже черты. Вот. И тогда на следующем раунде они будут переподавать. То есть они могли подать, сказать, о, ура, мы попали. Потом алгоритм загоняет тех, кто здесь не попал сюда, они попадают здесь, сюда ниже. Соответственно, они не попадают. Но на следующем раунде, значит, они тоже перепрыгивают в следующий по порядку у себя вуз. И суть в том, что алгоритм Гейла-Шепли за n квадрат действий, где n это число абитуриентов, по-моему, если я не ошибаюсь, даже с кое-угодно длинными списками, по-моему, там n квадрат. Ну, может быть, n квадрат все-таки умножить на... Ну, в общем, короче, количество действий в алгоритме Гейла-Шепли, оно полностью доступно сегодняшним компьютерным мышностям. Недоступно оно только министру Фалькову. Вот этот механизм, он неизвестен нашим министрам. Ну, как бы они не от мира сего, да, в плохом смысле слова. Они это окружающую реальность, какие-то научные наблюдения, математические замечательные алгоритмы, за которые Нобелевские премии дают, за это Нобелевскую премию дали, да? И как обидно, это в половине стран мира или в какой-то серьезной доле стран мира это применяется. Конечно, в каждой стране с какими-то своими, ну, дополнительными чертами, может быть, видоизменениями, модификациями. Но в основе набора абитуриентов в ВУЗы всегда лежит алгоритм Гейла-Шепли, та или иная его форма. Но если встретите министра Фалькова, объясните, пожалуйста, ему. Ладно? Ну, как бы у нас нет сейчас средств его как бы выгнать и нормального человека назначить. Так что, ну, исходите из того, что он как константа, да, в данный момент для нас. Ну, объясните ему, что надо изменить эту ситуацию, да? Вот. И зашить этот алгоритм, это, конечно, требует некоторой компьютерной проработки. Но, поверьте мне, это не что-то такое запредельное. В этом случае все, абитуриенты подают списки и тихо ждут там. Через день работы алгоритма он говорит, ну, вот вы попали вот в этот, вы попали в этот, вы попали в этот. Единственное, что при этом не учитывается, это то, что если абитуриент Миша хотел вместе с абитуриенткой Галей учиться, то так не получится, вот этот алгоритм не может учесть таких вот личных предпочтений. Тут, как бы, есть такой момент, но все равно, как бы, понимаете, в любом алгоритме есть и плюсы, и минусы, но здесь плюсов гораздо больше, чем минусов, и, конечно, я предлагаю построить именно такой движок и зашить его к следующему году, надеюсь, успеет, если нет, то хотя бы через два года, вот. Но лучше к следующему, потому что в следующем будет абитуриент Миша поступать. А, нет, он по Олимпиаду пройдет. Вот. Ну, так что через два года, так как раз абитуриент Галя подтянется. Маткульт, привет! Саватан, Саватан, помоги мне стать мотан. Саватан, Саватан, помоги мне стать мотан. Саватан, Саватан, помоги мне стать мотан. Саватан, Саватан, помоги мне стать мотан.